Мы поговорили о целостности сущности, и следующее ограничение целостности — это ссылочная целостность. Для того, чтобы описать это ограничение, необходимо ввести понятие внешнего ключа. Сейчас мы будем говорить о внешнем ключе как о единственном атрибуте, но при этом надо понимать, что он также может быть составным, как и потенциальный или первичный ключ. Но для простоты мы будем говорить о единственном атрибуте, хотя на самом деле можно говорить о наборе атрибутов. Итак, представим, что у нас есть некоторый специальный атрибут отношения, такой, что его значение соответствует значению первичного ключа из другого отношения. И в таком случае можно сказать, что множество значений вот этого специального атрибута, который мы называем внешним ключом, в некотором отношении R2, является подмножеством значений первичного ключа из некоторого отношения R1. В таком случае говорят, что отношение R1 является главным или целевым, родительским, неким мастером, и отношение R2 при этом называют подчиненным или слей. Допустим, у нас есть база данных сотрудников некоторой организации, которая для простоты состоит из двух таблиц. Первая таблица – это таблица сотрудников. И вторая таблица – это некоторая таблица отделов. Таблица сотрудников имеет несколько атрибутов. Первый атрибут – это некоторый табельный номер сотрудника, ну или просто номер. Второй атрибут – это имя сотрудника. И третий атрибут – это номер отдела, в котором сотрудник работает. Ну, давайте заполним эту таблицу какими-то значениями. И, допустим, сотрудники работают в первом отделе, а третий сотрудник – в втором. И вот у нас есть некая таблица отделов, и у каждого из отделов есть номер и некоторые названия. Так, у нас есть первый отдел, второй отдел для простоты назовем. И в этом случае внешним ключом в таблице employee будет являться атрибут. Где-то нам значения в строках данного, в ячейках данного атрибута в строках таблицы будут соответствовать значениям в атрибуте первичного ключа. Предположим, что он определен на поле номера отдела. Соответственно, из таблицы отдела. То есть, можно сказать, что записи сотрудников 1 и 2 ссылаются на первый отдел, а третий сотрудник ссылается на отдел номер 2. Вот, собственно, что мы теперь можем отсюда заключить. Что, еще раз, атрибут DEPNAM является внешним ключом, который указывает на таблицу подразделений, на таблицу департаментов, на ее поле первичного ключа, которое определено на атрибуте номер отдела. Таким образом, для каждого указанного значения внешнего ключа должен найтись кортеж в отношении, на который как раз ссылается атрибут внешнего ключа. Это и есть ограничение ссылочной целостности. В иску или модели данных входит небольшое расширение, которое пришло, в общем-то, из простых, понятных ограничений из жизни. И оно добавляет возможность ввода в ячейки, где определен внешний ключ, неопределенных значений, то есть null. В этом случае считается, что ограничение ссылочной целостности для данной записи не то чтобы не работает, но не проверяется. То есть считается, что это запись, где атрибут внешнего ключа установлен в неопределенное значение, не ссылается ни на кого, и для этой записи не проверяется это ограничение при каких-то операциях. Понятно, что для соблюдения этого ограничения при любых операциях со строками в тех отношениях, где есть внешний ключ, должны проверяться некоторые правила. Ну, например, если мы пытаемся добавить в таблицу запись с значением в поле внешнего ключа, таким же, которое отсутствует в поле для первичного ключа, той таблицы, на которой мы ссылаемся, для главной таблицы, то такое действие не должно быть возможным, потому что оно автоматически приведет к нарушению ссылочной целостности. Другим вариантом проверки ограничения ссылочной целостности является изменение или удаление данных из главной таблицы. Здесь речь идет о том, что не должно быть возможности удалить или изменить значение первичного ключа для тех записей, на которые ссылаются какие-либо записи из подчиненной таблицы. Тут тоже все достаточно просто. Если мы удалим запись, на которую кто-то ссылается, и если бы у нас эта операция была бы возможной, то тогда у нас автоматически нарушилось бы ограничение ссылочной целостности, и получилось бы так, что какие-то записи в подчиненной таблице ссылаются на несуществующие записи в таблице главной. И эта ситуация является некорректной с точки зрения баз данных соответствующих реализационной моделей. Поэтому для поддержания ссылочной целостности в этих случаях существует несколько простых подходов. Первый подход, он понятен, это блокировка операций. То есть, вот те ситуации, о которых мы только что говорили, это попытка добавления значения в подчиненную таблицу, в которой производится попытка ввода значения внешнего ключа такого, которое не существует в главной таблице, такая операция должна быть заблокирована. Аналогично должно быть заблокирована операция, изменение данных в главной таблице, в ключевом поле или удаление для тех записей, на которые есть ссылки в подчиненных таблице. Также такие операции должны быть заблокированы, если мы используем блокировку операций как механизм поддержания ссылочной целостности. Второй вариант, это использование неопределенных значений для тех случаев, когда мы удаляем или изменяем записи в главной таблице. Тут ситуация тоже достаточно проста. Если мы хотим удалить запись главной таблицы, на которую кто-то ссылается, то те записи в подчиненной таблице, которые ссылаются на удаляемую запись, должны в поле внешнего ключа в рамках этой операции получить неопределенные значения. Это один из вариантов, который иногда применяется и при этом требование ссылочной целостности не нарушается. Третий вариант, который может во многих случаях привести к печальным последствиям при работе с реальными базами данных, это так называемое каскадное удаление. В этом случае, понятно из названия, производится при удалении записи в главной таблице, на которую ссылаются подчиненные таблицы, удаляются все записи из подчиненной таблицы, которые ссылаются на ту запись, которую мы пытаемся удалить из главной таблицы. Понятно, что в больших базах данных, которые состоят из достаточно внушительного количества таблиц, это могут быть десятки, сотни таблиц. Операция каскадного удаления может привести, конечно, к непоправимым последствиям, то есть может быть удалена существенная часть базы данных, если у нас имеются каскадные ссылки одних отношений на другие. Поэтому с такой политикой надо всегда быть очень осторожным, для того, чтобы не удалить случайно важную информацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok